Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу по своим ваттметрам солнечной электростанции, сколько я потребил энергии своих солнечных двух полей. Кто не знает, у меня два поля по 4 киловатта направлены одно на крышу на юго-восток, второе на земле на трекере, ну таком одноосевом трекере, просто зима-лето направлены на юго-запад, там и там 4 киловатта, там и там одинаковое напряжение, одинаковое количество панелей, вот и покажу, сейчас пойдем по счетчикам, посмотрим сколько же я сэкономил за лето денег на плате. Газа у меня нет, вот если кто не знает, у меня все электроэнергии, электроплитка, чайник, пользуюсь я своей солнечной электростанцией без инвертора, без аккумуляторов, вот, чисто на активные нагрузки, обогреватели, бойлер, электроплитка, чайник, вот такой вот, что я могу пользоваться, но меня это тоже устраивает, как бы очень мне это нравится, такой вот используя, нормально экономит денежки, тем более, что самые такие потребители, главные, которые тянут у нас деньги из кармана, по коммуналке, если так, да, то это бойлер, это отопление, вот, электроплитка, ну у кого электричество, то газовая плита тоже, в принципе нет разницы, газ, электроэнергия, оно все будет, я думаю, в будущем сведено к одному, так сказать, цене, там, в смысле, там на киловатт-час, если пересчитать, там тот же самый газ или калории, если пересчитать, то оно будет и дрова, и газ, и электроэнергия, в принципе, по одной цене, поэтому нет разницы, чем мы пользуемся, вот, ладно, идем смотреть, вот, я уже возле своей щитовой, так сказать, вот это вот, все, что вы видите, вот сейчас, да, вот это и есть вся моя солнечная электростанция, ну, не считая панелей, конечно, панели вы видели, там, на крыше, что там показывать, а вот, что между солнечными панелями и нагрузкой, вот эти вот, два ваттметра, этот ваттметр на тепловой насос, вот, два автомата, вот, тут всякие, ну, переходники, контроллер такой вот самодельный, это просто реле напряжения, ну, у меня есть по этому контроллеру отдельное видео, смотрите, кому интересно, как оно работает, итак, смотрим, что я за лето, ну, сейчас у нас второе или третье, кажется, сентября уже, вот, у меня уже сейчас работают, обогреватель уже работает, включил, ну, что какое-то начало сентября получилось довольно-таки холодное, и в доме как-то уже и подтопить бы неплохо, вот, сейчас у меня поле, вот эта вот буковка Т, это трекер, трекер выдает у меня сейчас 1225 ватт на обогреватель, и 256 киловатт-часов, это нижняя строчка слева, видите, самая первая цифра, 256 киловатт-часов за лето, так, теперь поле на крыше, поле на крыше у меня сейчас в данный момент выдает 1122 ватта, ну, солнце уже так ближе к закату, уже на ту сторону как бы перешло, поэтому вот это поле уже меньше, вот, кстати, интересно так наблюдать, как с утра поле на крыше больше выдает, это минимум, потом нарастает здесь, здесь потихоньку падает, ну, где-то до обеда оно примерно одинаково, и потом уже здесь больше, здесь меньше, вот так вот плавно оно переходит мощность, а это поле у меня сейчас выдает 1128 ватт, и 212 киловатт-часов, это за лето выдало это поле, ну, я просто, бывало, летом отключал какое-то поле одно, когда у меня были минимальные нагрузки, чтобы не было никаких перетоков, у меня тоже об этом есть видео, что вот эти вот перетоки с одного поля возможны только при минимальных нагрузках, минимальных, там, ну, 500 ватт, там, 300, 400, 500 ватт, не больше, если уже киловатт, он уже просаживает напряжение по-любому на одном, на обоих полях, ну, до такого, что уже там, даже если одно поле затененное, вот, то все равно это его напряжение холостого хода будет все равно больше, чем с нагрузкой примерно, ну, от одного киловатта уже оно нормально, где-то, так, я заметил, один, полтора уже, ну, там, ватт, 300-400 еще, 300-400 еще возможны перетоки, особенно утром-вечером, когда одно поле может быть затененное, там, меньше напряжения, даже холостого хода меньше, чем под нагрузкой второго поля, вот тогда возможен переток, а так-то, в принципе, все нормально, идеально работает, главное, чтобы у вас поля были одинакового напряжения, абсолютно одинаково, мощности и напряжения, вот, и все будет очень хорошо работать, ну, вот и получается, кстати, забыл уже, сколько тут, 256 киловатт-часов за лето, тут 212, вот, ну, получается, сколько, 450, да, 450, да, 450, ну, пускай 450, хотя я их обнулял в начале лета не с первого дня лета, примерно через неделю, что-то я так забыл обнулить их и немного позже обнулил, ну, сейчас как раз 2 или 3 сентября, уже точно не помню, вот, и тоже их сейчас обнулю, уже посмотрим за сентябрь, за сентябрь уже у меня будет работать обогреватель, вот, он, как бы, не нужен был, не нужен был летом, а вот сейчас уже и бойлер, в принципе, у меня там мало, ну, в основном, вот эту вот мощность натянула электроплита, приготовление пищи, чайник, вот, за свет я плачу, видели сами видео, 50-60 гривен летом, это ночной свет, там, холодильник, зарядка планшета и компьютер немного, вот это вот, а, еще микроволновка иногда включается, ну, это вообще ни о чем, о, а вот эти вот 450, да, да, 450 киловатт-часов, можно умножить на рубль 70, сколько это получается, там, ну, почти 800 гривен даже, там, что-то 700 с лишним, да, ну, да, если на 2, то это было бы 900 гривен, ну, да, где-то под 800 гривен я сэкономил за лето, вот, на вот это вот мне солнечная электростанция, вот такая вот простая, рабочая, уже она у меня довольно долго работает, вот, так что вполне, вполне такой эффективный, реальный вариант использования солнечных панелей, кто, может быть, не хочет связываться с аккумуляторами, инверторами, этой всей сложной электроникой, то вот такой вот способ использования постоянного тока на активные нагрузки, еще раз повторюсь, а вот эти вот именно электроприборы, которые больше всего сосут с наших карманов, это и есть активные нагрузки, это бойлер, это отопление, обогреватели, это электроплитка, ну, у кого там, ну, если уже есть солнечная электростанция, то зачем уже газом пользоваться для приготовления пищи, уже надо, конечно, пользоваться электроэнергией своей же, вот, вот эти вот потребители больше всего тянут, как бы, электроэнергией с наших карманов, и вот моя солнечная электростанция направлена, чтобы компенсировать именно вот такую вот статью расходов, ну, а вот этот, вот я же говорю, холодильник там остался у меня, от сети работает ночной свет, там, что там, зарядка, планшета и компьютер, немного микроволновка, ну, вроде бы и все, ну, зимой, конечно, добавится тепловой насос, он значительно будет тянуть, есть у меня такая мечта, чтобы запитать тепловой насос от своей солнечной электростанции зимой, вот, но для этого нужен инвертор, и с другой стороны, я вот так думаю, что экономия там будет, ну, не очень такая ощутимая, так как день короткий, вот, и что она там мне эта солнечная электростанция зимой даст, не, она, в принципе, если день солнечный зимой, то она достаточно даст энергии для работы теплового насоса, но день-то короткий получается, а тепловой насос у меня работает в основном ночью, ну, нужен он, работа его, потому что ночью холоднее и все такое, он будет все равно от сети работать, вечером от сети, но это только днем, там, два-три включения будут тут солнечные, хотя тоже экономия, да, надо инвертор, надо, но еще пока я на него не разжился, пока что пользуюсь так, вот, ну, как-то так, наверное, все сказал, все показал, обнулю сейчас счетчики, потом будем смотреть за сентябрь, что у меня потребило, кстати, вроде как обещают холодный сентябрь, вот, ну, посмотрим, короче, всем пока, до следующих видео.